Всем здравствуйте! С вами на связи Еленя Монотиаду. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами рассмотрим расклад касательно энергии. Какие энергии сейчас рядом с вами, как они влияют, к чему вас ведут. Вот такой расклад у нас сегодня будет на три позиции. Так, сейчас зажгу свою любимую свечку с запахом. Я надеюсь, у вас прекрасное настроение, так же, как и у меня. И мы сегодня с вами сможем немножечко посмотреть на энергии, которые сейчас рядом с нами. В принципе, сейчас я подумала, почему бы еще не задать вопрос, какие энергии внутри меня, то есть какие состояния я испытываю. Вот этот вопрос тоже зададим. Так, ага, сегодня у нас, значит, камешки легли таким образом. Поменялись голубой и зелененький. Это ваши позиции. Выбирайте первая, вторая и третья. Голубенький, красненький, зелененький. Очень люблю яркие цвета. Но не на себе. Итак, и мы с вами приступим. Сначала посмотрю внутри. Я просто думаю параллельно, да, пока вы выбираете, какие вопросы задать. Так, колоды отодвигаем сюда. Так, чтобы вам не закрывали позиции. Я надеюсь, вы готовы. Вот эти вот камешки вот так положу. Это наши позиции, которые мы будем рассматривать. Итак, приступаем к позиции номер один. Глибо к голубому камешку. Вот так его в стороночку. Видно, да, куда было положить. Так, чтобы еще и видно было. И вот сюда. Итак, давайте сначала мы посмотрим, какие энергии внутри вас, да, какие состояния. А потом уже посмотрим на внешние, да. И вы сможете для себя сделать вывод, да, разницы, насколько идет в унисон энергии вашей внутренней с внешними. Итак, первый вопрос. Какие энергии сейчас присутствуют внутри вас? Так. Ну, сейчас достаточно воинственное. Я могу сказать, что внутри вас идет какое-то обучение, да. Вы чему-то сопротивляетесь. Сопротивляетесь наверняка тому, что уже давно как-то устоялось, да. Хочется какого-то, видимо, обновления сейчас. И поэтому внутри вас есть какие-то энергии достаточно такие агрессивные. Но они у вас на уровне ваших мыслей. То есть здесь состояние, оно такое, знаете, вот вы колючка, но внутри. Внутри себя что-то вас не удовлетворяет. Какое-то, знаете, вот внутренний идет бунт, какой-то вот мятеж. Как будто бы вы переживаете, знаете, но не состояние, а вот это вот в голове, да, какие-то вот такие вот мысли крутятся, да. Как будто бы надо что-то кому-то доказать, где-то что-то отстоять, отбить, отжать, как говорится. Вот такие вот внутренние состояния, да, это связано с страхом перемен. Выбало два великих аркана, прекрасно. Знаете, в вашей жизни что-то меняется. Либо вы хотите этих перемен, либо перемены уже происходят в вашей жизни, и они выбивают вас из привычного вашего ритма, из привычного вашего состояния. И это немножечко вас пугает, потому что вы шагаете в нечто неизвестное вам. Очень много неясности, очень много непонимания. И здесь вот, знаете, вы как будто бы на стороже стоите, да. Вовремя успеть защитить себя, вовремя, может быть, сказать, да, что-то кому-то. То есть вот такое вот ощущение немножко, оно не болезненное для вас, оно вас не ранит, но оно вот как страж, да, оно не даёт вам расслабиться, потому что вы находитесь вот в каком-то напряжении внутреннем. Но ещё раз скажу, это связано с переменами, которые происходят у вас в жизни. Сейчас ещё уточню. Да, с начинанием чего-то нового. Это, знаете, это действительно состояние вашей души, но ещё раз скажу, энергии, они идут от головы сейчас. Это не энергия вашей души. И это причина как раз-таки вне понимания, вне непрояснённой какой-то ситуации. Либо наоборот, цикличность какая-то, да, по футорности, и это начинает вас уже раздражать в какой-то степени. Вот такое вот у вас внутреннее состояние. Давайте я теперь посмотрю, какие энергии сейчас рядом с вами, то есть вовне. Энергии, которые рядом с вами, вокруг вас, в вашем поле, но не внутри вас. Интересно. А вот вовне, наоборот, знаете, энергии достаточно такие лёгкие, детские, радостные. Здесь ощущение того, что вот то, что чувствуете вы внутри вас, оно ещё не проявилось вовне. Либо то, что есть вовне, оно как-то на вас не влияет. То есть во внешнем мире может быть какой-то вот праздник, может быть праздник у кого-то намечается, да. Может быть, ну здесь такие энергии достаточно лёгкие, да, веселье, беззаботности какой-то вот. Может быть в некой степени иллюзорности, но по крайней мере энергии, которые вокруг вас, они достаточно лёгкие. Энергия удовольствия, энергия наслаждения. Ну здесь выпала карта, говорящая, вот в социуме. Вот социум у вас забирает вашу энергию, да, не какая-то другая сфера, а именно социальная. Поэтому, скорее всего, вы внутри себя и ощущаете вот эту вот настороженность, напряжённость, да. Возможно, это во внешнем мире, в коммуникации как-то проявление себя именно. То есть как вы себя позиционируете в социуме, на работе. Именно во взаимодействии с другими людьми, но это больше какой-то дальний круг, да. Это не близкий ваш круг, это не родные, не близкие, не партнёры, нет. Это достаточно дальше вас. То есть получается, что внутри есть некая такая напряжённость, да. Вот вы как будто бы почувствовали какой-то подвох. Может быть, кто-то даже и сплетничает о вас, да, где-то там вот подальше, вдалеке. Ещё раз то, что с чём это связано. Вот в социуме есть конкретный персонаж. Скорее всего, это мужчина, может быть, старше вас, но достаточно такой состоявшийся, зрелый. Вот, и как-то от него идут вот эти вот энергии. Либо вы взаимодействуете с ним, либо это ваш хозяин на работе, да. Либо это человек старше вас. Вот как-то оттуда, да, идёт вот как будто бы влияние на вас. Мне кажется, даже откат энергии идёт туда. Да, может быть, вы думаете о какой-то ситуации, связанной с этим человеком, с этим мужчиной. Но, в принципе, вокруг вас энергии достаточно лёгкие, позитивные. Скорее всего, вы ждёте ещё приглашения, да, на какой-то праздник, да, я сказала. Либо будет это приглашение, либо какую-то поездку, встречу. Вот вы как будто бы ожидаете очень долго, развивается эта ситуация, всё как-то не может случиться. Ну, наверняка из-за карантина. Но вот во внешнем мире я вижу почему-то такие, знаете, достаточно позитивные энергии, да. Энергия удачи, энергия какая-то вот везения, да. Абсолютно противоположное состояние вашему. Как влияют ваши вот эти вот внешние энергии на вас? Не ваши, а как влияют внешние энергии на вас? Давайте посмотрим. Ну вот они как раз-таки, да, здесь, скорее всего, вот это вот внешнее должно войти внутрь вас. Да, то есть ваши внутренние энергии должны поменяться, не внешние, а внутренние. Здесь в данном случае не вы влияете на внешнюю ситуацию, а ситуация, она влияет на вас. Здесь должно произойти какое-то вот завершение, да, и должны случиться перемены. То есть вот все, что вокруг вас сейчас, вот эти вот энергии происходят, легкости, радости, праздника, какого-то такого обновления, веселья. Вам показывает, что какая-то ваша внутренняя вот эта вот ситуация, да, настороженность, о которой я говорила ранее, да, она должна прийти к завершению. И здесь вы должны, здесь должны прийти очень серьезные перемены, достаточно глобальные перемены в вашей жизни. Здесь идет завершение, завершение всех тех трудностей, которые у вас были связаны либо с реализацией вас в социуме, либо как-то с реализацией какого-то вашего желания, либо какой-то мечты. Здесь, возможно, либо какого-то вот вашего состояния, да, долго вы хотели как-то, может быть, успокоиться. Здесь вот такое вот ощущение, что этому должно прийти конец, завершение вот какой-то негативной полосы в вашей жизни, да, трудности, где вы что-то преодолевали, где вы как будто бы себя вытаскивали из этих сложных ситуаций. Здесь вы получили опыт достаточно большой, как-то созрели, повзрослели. И вот этому всему должно прийти конец. И вот эти вот энергии, есть такое ощущение, что вот внутри вас как будто бы темно, да, вот вы находитесь в такой темной дымке. И вот свет, он как будто бы пробивается сквозь ваш кокон, да, вот как будто бы лучиками вливается постепенно. Знаете, как прививки делаем, вот вливается вот этот вот свет, пробивает до тех пор, пока вот вас как-то не очистят. Да, здесь идёт влияние позитивное. А перемены, они связаны именно с какой-то вот гармонизацией, вот именно с удовлетворением, наслаждением. Вот я говорила, это наслаждение, да, удовольствие, вот вам вот этого какого-то успокоения не хватает в душе. И оно придёт, вот именно гармонизация, ощущение того, что вот вы находитесь, знаете, в балансе. В балансе, что у вас внутри, то у вас и снаружи. Пока снаружи всё достаточно позитивно, а внутри всё достаточно мрачно и тяжело, но это приходит к концу. К чему вас ведут вот эти вот внешние энергии? К чему вас ведут внешние энергии? Так, всё перевёрнутые карты. К чему вас ведут? Ну, вас ведут, во-первых, к энергии я, к активности. Возможно, долгое время у вас либо не было возможности как-то действовать, либо вы как-то себя останавливали, ну, здесь не было активности, да, вы были больше в какой-то вот пассивном каком-то таком состоянии. И вот вас ведут вот эти вот перемены все именно к тому, чтобы вы начали действовать, чтобы вы начали проявляться, чтобы вы начали как-то активно двигаться. А к чему? Давайте я посмотрю, к чему, к чему. А, к чему. Ну, вот обновление, да, здесь обновление, причём, знаете, обновление вот какое-то такое... что-то, что напоминает вам как-то детство. Вот обновление какое-то такое, знаете, для вас должно произойти родное. Здесь как будто бы либо энергии какие-то знакомые, родственные для вас. Это, знаете, ну, допустим, если это поездка куда-то, то это вот, видимо, места вашего детства. То есть перемены должны произойти такие, когда вы будете ощущать себя, как у себя дома, вот в своей тарелке, да, ощущение такое вот, как в детстве, привычное, спокойное. То есть здесь не новое-новое абсолютно, которое приводит вас к дискомфорту, а новое знакомое. Такое ощущение, что вот вас давно к этому вели, и вы этого сами хотели. И вот здесь вот это вот ощущение чего-то знакомого, чего-то родного, вот именно детского такого... Знаете, это на что похоже? Это, знаете, вот, допустим, вы идёте вот куда-то, в какое-то место, и вдруг неожиданно какой-то сигнал, он вам напоминает о чём-то родном из вашего прошлого. То есть это может быть, например, запах, который вам напомнил, там, я не знаю, как бабушка пирожки готовила, да, либо какой-то запах, который напомнил вам детство, да. Если, например, у вас, ну, вы женщины, у вас были дети, вот запах, знаете, молока, когда кормишь ребёнка, вот он молоком пахнет. Вот знаете, вот какие-то, может быть, запахи, какие-то, может быть, звуки, ощущения, вот что-то такое, что вам напомнит о вашем детстве, да, что-то, что напомнит, может быть, состояние какой-то, знаете, вот открытости, доверия, то есть нету страха, здесь как будто бы, знаете, расслабление, что всё, это хорошо, спало. Вот какое-то здесь такое облегчение, высвобождение, которое очень-очень напомнит вам прошлое, и оно родное, причём это может быть не только ваше детство, это может быть как-то и что-то из прошлого воплощения, да, почему, потому что память, она едина, у нас нету дробности, да, вот в эту жизнь, в прошлую жизнь и так далее. То есть память, она внутри нас, вот здесь вот что-то очень напомнит вам, такое родное, и вас ведут вот именно к этому, либо, знаете, к проявлению того, что вот вы почувствуете, что я как будто бы на своём пути, да, вот наконец-таки душа нашла что-то моё, что-то вот прям родное-родное. Вас ведут именно, знаете, к тому, чтобы сбалансировать вот это вот внутреннее ощущение колючести, да, вот какой-то вот такой мечовости, да, как ёжик, когда у вас было отвращение ко всему. То есть вы были как оголённый провод, к которому невозможно подойти, он излучал вот это вот, знаете, электричество, напряжённость, да. Вот вас как раз-таки ведут именно к тому, чтобы вы вышли из этого состояния, отвращение ко всему, всё приело, всё надоело, вот это вот, знаете, отторжение от всего, потому что вы были очень сильно вовлечены во что-то, либо вы хотели это получить, либо вот эта вот первая карта, да, победа любой ценой. То есть вот где-то здесь вы залипли в этой энергии, вовлечённость у вас была в материальность, либо деньги нужны были, либо какое-то постоянство, долгосрочность, вот, и вы слишком были зациклены на этом и хотели получить, и вот от того, что вы не получали результат, вот, у вас было вот это вот состояние, да, некой такой напряжённости, да, когда страдания, вот ощущение, да, я страдаю, я мучаюсь, я переживаю очень сильно. Вот от этого, да, у вас отводят, прям, энергия у вас ведёт именно, не то, что это противоположно, а это другая энергия, да, то есть с одной стороны у нас идёт вот эта вот зацикленность на бытовом, я хочу это получить, а с другой стороны, что на самом деле вот это другое состояние просто, да, это не то, что, допустим, если вы хотели как-то финансов, вам говорят, нет, в жизни вам финансы не нужны, занимайтесь духовностью, нет, здесь не про это, а здесь про иное состояние, не то, когда я зациклен, полностью сфокусирован, это, знаете, есть очень такой хороший пример, когда начинаешь в расслабленном состоянии, да, медитация, начинаешь прислушиваться к своему сердцу, да, к ритму, то есть фокусируешься полностью на ритмах, на стуках своего сердца, происходит как будто бы аритмия, то есть оно начинает не гармонично сначала, а то быстрее, то медленнее, то есть то, на чём мы фокусируемся очень сильно, оно привносит какую-то дисгармонию, вот в вашем случае вам не говорят отказываться от того, что вы хотели, просто вам говорят о том, что вы слишком были зациклены, сфокусированы на этом, тем самым вы принесли дисгармонию, и вам надо сгармонизироваться, не отказаться от того, что вы хотели, а снять важность, значимость, вот эту вот сильную концентрацию, фокусировки на том, что вы хотели, и полностью, да, распространить вот это вот состояние, энергию на всём остальном, то есть на всех других сферах равномерно, и тогда вы сможете получить, что хотите, поэтому вот эта вот активность, да, она говорит о распределении, о правильном распределении, о том, что не фокусироваться на чём-то одном и не привносить туда свой хаос, а именно убрать значимость, да, и распространить вот эту вот энергию, концентрацию на все остальные очень важные сферы для того, чтобы быть в балансе, это принесёт вам расслабление, потому что здесь очень много напряжения. Так, вот такая вот у нас была первая позиция, вот такие вот энергии, так, где здесь и радость была, вот мы её сейчас возьмём и перекроем, все эти перемены, которые у вас были, будут, да, это была у нас позиция номер один на голубой камешек, а мы с вами переходим к позиции номер два и к красному камешку вот сюда, к кубику красным, ну, почему он кубик, хотя он вот такой вот, видите, ромбообразный, очень, ну, кубик. Итак, какие энергии у вас сейчас внутри? Ну, сейчас энергии застоя, причём, знаете, остановки, это был ваш выбор, когда ничего не происходит, у вас было ощущение, что нужно передохнуть после какого-то боя, да, то есть вы очень много либо старались, либо во что-то вкладывали, вот, сейчас у кого-то кто-то из вас страдает головными бонями, прям мигрени, опять-таки это для кого-то точечно. Итак, вы отошли как будто бы в сторонку, чтобы передохнуть, чтобы наполниться ресурсами, я не говорю о том, что здесь вот прям застой, нет, здесь не про это, а здесь ваше внутреннее состояние нужно переждать, да, просто побыть как-то в себе, возможно, расслабиться, но здесь не про переосмысление, здесь нет мыслительного процесса, его не должно быть, потому что у вас нет ресурсов, но ваше внутреннее состояние достаточно такого опустошённости, когда вы просто взяли перерыв, да, на то, чтобы передохнуть, остановиться, потому что видим, что двери наши закрыты пока, вот, и здесь у вас энергия, говорящая о том, что вам нужно немножечко сбалансировать себя, передохнуть, где-то может быть, даже здесь не нужно никаких активных действий, то есть здесь выпадает карта каких-то мечтаний, фантазий, но я бы наоборот сказала, что здесь не нужно, здесь не мечтать, не выбирать, не как-то не фантазировать, здесь даже не про то, чтобы слушать себя, а здесь элементарно вам нужна какая-то тишина, вот именно состояние внутренней тишины, это не пустота, а это именно такое, знаете, вот успокоение, оно вас не наполняет, это не ресурсное состояние, но это вот просто какая-то тишина, когда, очень напоминает на то, что когда вы пришли куда-то, я не знаю, допустим, на прием к врачу, и вам сказали, ждите своей очереди, и вы понимаете, что, ну, пока время не придет, вы ничего не можете сделать, в то же время чего переживать, да, то есть время придет, и я это сделаю, поэтому мне сейчас надо просто подождать, вот вы сидите и ждете, без каких-либо ожиданий чего-либо, да, как-то вот потом действовать, в этот момент вы ни о чем не думаете, здесь нет переживаний, здесь нету каких-то фантазий, просто период, когда мы отошли от каких-то активных действий, потому что здесь есть понимание, что сейчас действовать не нужно, сейчас просто некий такой перерыв, я могу даже сказать, это очень напоминает, может быть, даже состояние медитации, но не для того, чтобы, опять повторюсь, пополнить ресурс, здесь у вас ресурсы, мне кажется, все хорошо, сейчас я уточню, но вот здесь не про это, здесь просто надо что-то переждать, да, здесь такое ощущение, что вы как будто бы, здесь была карта капкана, это не то, что вы попадете, да, либо какое-то вот ощущение, нет, а здесь наоборот у вас есть четкое такое чувство того, что чтобы не попасть в свою собственную ловушку, надо просто переждать, а с чем связана эта ловушка? А, ловушка вашего мышления, да, здесь идет разрушение, чтобы сами себя как-то не разрушить, либо сами себя, либо как-то ситуацию, надо переждать, видимо, что-то произошло до этого, и вы чем-то понимаете, надо взять паузу, надо взять паузу и немножко подождать, чтобы не усугубить как-то ситуацию, чтобы она не привела к каким-то разрушениям, вот это вот ваше внутреннее состояние на сейчас, некой тишины. Хорошо, что же у вас, какие энергии сейчас рядом с вами, вокруг вас, да, то есть внешний мир, какие энергии? Причем, знаете, здесь вовне примерно те же самые энергии, некой такой умеренности, когда в принципе что-то очень долго такое, знаете, происходит, это как-то связано с вашим прошлым, да, вот как-то ваше прошлое, оно очень медленно переходит, перерастает, либо как-то структурируется, да, во что-то другое, какие-то другие правила, либо здесь, знаете, медленные, очень медленные перемены идут вовне, но они не про новизну, а про некую такую структуру, когда, допустим, был какой-то хаос, а сейчас все складывается таким образом, чтобы появилось, вот появился какой-то каркас, появилась какая-то структура, что-то такое понятное, только это происходит очень-очень медленно, как будто бы идет некое такое выравнивание, да, если раньше, допустим, были какие-то очень яркие такие качели эмоциональные, то сейчас идет вот выравнивание, это, знаете, здесь картинка такая мне показывает, как майник, да, сначала его амплитуда была достаточно большая, это только было ранее, вы поняли, что нужно отстраниться, вы отстранились, да, погрузились вот в себя в это спокойствие, и этот маятник, он как будто бы останавливается, и вот его энергия, она спадает на нет до того самого комфортного, то есть уже не так раскачивают, да, а раскачивают вот, как это там, амплитуда, именно она идет на убывание, на медленность, на медленность, не для того, чтобы остановиться, а для того, чтобы словить вот эту вот волну, волну, где, как ритмы, да, сердцебиение рисуют, да, то есть не вот так вот слишком высоко, а вот так вот достаточно комфортно, вот чтобы к этой прийти, вот к этой умеренности, да, к этому спокойствию, здесь идут вовне вот эти вот перемены, но это достаточно долгий срок, он связан как раз-таки именно, может быть с какими-то однообразными повторяющимися ситуациями, то есть если это работа, то это, знаете, вот некая такая монотонность, скорпулезность, скорпулезность, какая-то вот, как это сейчас слово, крутится, не постоянство, а, не могу словить слово, крутится, как-то форма не может блести, здесь некое, все заключается в состоянии некого такого однообразия, куда вы вкладываете силу, то есть это не само по себе, не на автомате идет, а вот вы как будто бы изо дня в день повторяете какие-то действия для того, чтобы отточить какое-то свое мастерство, вот вовне идут такие энергии, то есть, знаете, это, это как пример Павлова с собаками, да, то есть включается свет, дается еда, да, чтобы вот рефлекс выработался, выработался, да, вот, и при этом вот в этом рефлексе есть какая-то структура, есть какая-то система, вот одно и то же, но оно с каким-то конкретным результатом, то есть это не на автомате, это не юзер, это просто другая система, которой вас ведут, то есть здесь идет перестройка вашего прошлого, на что-то более такое конкретное, структурное, не знаю, насколько понятно, я вам объясняю, но если вы примеряете на себе, то по идее это должно быть, это связано как-то, знаете, с какими-то вашими знаниями, это связано как-то с вашим опытом, это связано с мировосприятием, это связано как-то с каким-то результатом, и опять здесь иерофанта, здесь все черный был был, да, вот каким-то знаниям, я не знаю, что вовне происходит, видимо, со временем вам откроется это, здесь не тайна, здесь просто должно все созреть, должно все сложиться, вот, а потом вам это покажут, эти знания, но это связано с каким-то прошлым, когда вам нужно уже увидеть новые возможности, здесь знаете, что происходит, здесь как будто бы в вашей голове, это пока идет вовне, и эта программа создается, но она в дальнейшем, когда произойдет вот это вот слияние вашего внутреннего мира с внешним, и наоборот, вам как будто бы откроются какие-то возможности, как будто бы у вас произойдет расширение в вашем сознании, в вашем понимании, то есть если у вас придет понимание, да, почему с вами происходило, как будто бы вам откроются эти знания, эти тайны, касательно того, почему с вами происходило то, что было ранее, вот этот вот упадок, да, почему не, вы не могли либо реализоваться, либо что-то, то есть к вам придет понимание вашего прошлого, вы как будто бы сможете увидеть картинку полностью, да, и увидите причинно-следственную связь, и это вам поможет шагнуть дальше, на уровень выше. Это как-то обогатит вас, именно ваше понимание, придаст вам больше мудрости, вы сможете видеть более масштабнее как-то ситуацию. Подготовительные энергии сейчас идут вовне. Хорошо, как они влияют на вас, да, вот эта подготовка вокруг вас? Ну, это помогает вам в вашем взрослении, это помогает вам в вашем взрослении, причем взрослению вашей души. Да, здесь как будто бы, знаете, вот ваше восприятие души сначала было какое-то более детское, а потом вам надо будет подрасти, и вот вас подготавливают, да, к расширению этих границ. Для чего? Для того, чтобы, как-то это связано с материальным вашим планом, как-то это связано с вашими ресурсами, то ли вы поймете свои способности внутренние, да, то ли вы поймете, насколько вы ресурсны, то есть здесь такое ощущение, что вы знаете только часть, какую-то часть себя. Я же говорю, вот это как-то связано с возможностями, вы увидите намного большие возможности, чем те, которые у вас есть сейчас. Как-то сможете приумножать, вы будете понимать, как можно получать еще больше, да, либо если у вас было какое-то вот ограниченное количество сил, а здесь как будто бы вам увеличат вот этот вот ваш резерв. Маленькая помарочка о том, что когда я говорю про состояние, про энергию, про резерв, он может во внешне проявляться, принимать любую форму. Это могут быть формы каких-то возможностей, да, это может быть форма финансов, то есть больший поток денег придет, это может прийти к большим знакомствам, да, расширению своего круга. Для здесь форма она может принять любую, но здесь нужно понимать какие-то вот дополнительные силы, вот, но должно пройти вот какая-то реструктуризация. Интересное слово мне сказали, вот какой-то, какая-то реструктуризация, даже вы говорить его не могу. Вот, для того, чтобы какая-то перестройка, да, если говорить моим понятным языком, какая-то перестройка должна, и она откроет вам какие-то новые возможности. Знаете, это как будто бы, вот, ваше рабочее место, ваш офис, допустим, ваша компания занимала один этаж, а потом хозяин, допустим, купил, либо арендовал еще два этажа, один сверху и один снизу, их подготавливают, то есть там проводят ремонт, да, чтобы были дополнительные помещения, там вот расширения, и потом, а вы как будто бы об этом не знаете. Вот в какой-то момент, когда все будет готово, вас оповестят о том, что, знаете, мы купили дополнительные, давали дополнительные этажи, офисы, и теперь, допустим, если в одном офисе сидел там два-три человека, да, вас могут, допустим, расселить, в кавычках, да, и у каждого будет больше места, больше пространства, вам, ну, на вас как будто бы не будут влиять другие люди. Вот здесь вот что-то такое, вы уже этот пример переносите на себя. К чему вас ведут? К чему вас ведут эти энергии? Хотя, в принципе, уже видно, да. К чему вас ведут? Это перевернутые две. Угу. Ну, смотрите, во-первых, вас ведут к очищению, да, то есть к очищению тому, что не нужно. Знаете, здесь как произойдет? Здесь произойдет то, что внутри, пока вы в тишине находите, все окей, то есть вы себе главное ничего не придумать, ничего не надумывать, а потом, когда вот все в главне будет, вот эти вот энергии, они подготовятся и войдут в вас, и вот этот вот свежий поток энергетический, который войдет в вас, он сонастроит вашу внутреннюю структуру таким образом, что пойдет большее количество энергии, и она сбросит с вашего внешнего кокона вот все лишнее, да, все программы, которые не нужны. Произойдет очищение, но чтобы очищение произошло, сначала вот нужна вот эта внешняя подготовка, потому что вот эти вот энергии, они хлынут на вас, и знаете, вот как-то показывают, как вот какой-то, условно говоря, кокон, да, вот допустим, я нахожусь в каком-то яйце, и внутри меня вот эта тишина, пустота, а здесь мне показывают свет, который войдет внутрь вас, и вот поднимаясь наверх, вот все, что будет вот внутри, вот эта вот темная, да, вот эта вот пустота, тишина, она как будто бы расширится, становится светло, и все, что не будет соответствовать этому внутреннему свету на вашем коконе, она будет как шелуха спадать, таким образом у вас произойдет очищение, вы как будто бы свет впустите снаружи, вовнутрь, не изнутри, а помощь вам идет такая, да, и произойдет вот это вот очищение, к очищению, да, к какому очищению, для того, чтобы вы в конечном итоге, очищение от ваших внутренних каких-то страхов, то есть то, чего вы боитесь, то, чего вы переживаете, а переживания, они связаны как раз-таки с любовью, с какой-то, скорее всего, здесь опять речью двоечек идет про отношения, возможно, вы боитесь, да, что либо у вас не будет отношения, либо опять будет так по-старым, в общем, это каким-то образом связано с любовью, и вам надо было очистить вот эти вот ощущения, вот траты любви, да, что вот я никогда не смогу почувствовать состояние любви, и вам, вот эти вот страхи, они вас ведут к исцелению, я бы так сказала, но здесь даже не исцеление, а очищение от всего вот этого, вот то, что вы придумывали для себя, от этого прошлого какого-то опыта, потому что здесь, я помню, и в прошлом расколаре, да, когда я говорила, что-то там было такое достаточно травматичное, что должно было остаться в прошлом, а вы как-то все держали за него, и вот все-таки вмешаются здесь высшие силы, для того, чтобы помочь вам от этого страха избавиться, и прийти к абсолютному спокойствию, здесь, знаете, здесь такой поток придет к вам достаточно мощный, и главное его не испугаться, потому что здесь может быть, ну, может какой-то период колбасит, не всех, но если вы не будете готовы, вот эти вот перемены, соностройка, вот с этим светом, она может быть достаточно болезненна, физически вы будете ощущать, то жар, то этот прям, да, это вот придаст вам какой-то мудрости, вот это вот спокойствие, да, мусь, это как раз вот те же самые карты выпили, что и в прошлый раз на двоечке, вообще уникально, в том же самом порядке примерно, если я колоду мешаю, да, здесь как раз таки будут, вот вас ведут именно к этому очищению, очищению, очищению от вашего прошлого, ну, я поздравляю, одну карту еще вытащу, я поздравляю, те же самые карты, ну, а вас ведут к тому, чтобы вы вышли из этой печали своей, по потерям, по утратам каким-то, вот, из-за своего какого-то заточения, что-то новое вам дожидастся, такое сильное, мощное, вот прям энергия классная входит в вашу жизнь, вы был жеребец, прям такая огненная страстная, все классно, не переживайте, девочки, вы жеребца и оставили, здесь вот какие-то перемены будут, но скажу, что это идет очень медленно, потому что аркан умеренности, это очень медленная карта, если мы говорим о сроках, что я не очень-то люблю, то умеренность у нас, второе связано с, со стрельцом, со знаком зодиака стрельца, это примерно после 20 ноября, до 20 декабря, это как вариант может быть, то есть вот достаточно долгий период, вот такая позиция, у нас была вторая, и красный камешек, а мы с вами переходим к позиции номер 3, Так, что у вас, так, третий зелененький камешек, что у вас сейчас внутри происходит, у вас навязна, у вас навязна, у вас вы идете с верой внутри себя, а я помню, я говорила всегда тройкам, что вам не хватает веры, а вот сейчас пришла такая информация, что вы идете с верой внутри себя в нечто новое, вы готовы преодолевать, вы готовы преодолеть как-то, знаете, не эмоционально, а достаточно так холодно, как будто бы вы смогли укротить свои эмоции, и вы как-то холодным разумом, да, вы идете, движетесь вперед, прям вы видите эту цель, куда вы хотите прийти, и вас абсолютно не страшат какие-то сложности, вы как будто бы здесь, знаете, есть цель четкая, и вы к ней идете, но здесь нету одержимости получить результат, здесь нету одержимости получить результат, здесь абсолютно другая энергия, такая целенаправленная, ваше движение, оно достаточно мягкое, оно не жесткое, но вы понимаете, куда вам идти, и вы просто движетесь, вы даже никого не слушаете, и это правильно, у вас достаточно сейчас гармоничное, такое, знаете, состояние, я бы сказала, потому что эмоции на вас уже не влияют, но при этом ваше вот внутреннее состояние, оно такое достаточно гармоничное, у вас есть понимание, понимание своего потенциала, понимание своего ресурса, вы уже не топчетесь на одном месте, вы готовы двинуться вперед, и у вас есть вот это вот принятое решение, и очень-очень прям вот балансированное, вы прям молодцы, тройки, я не знаю, что сделали конкретно, но вот у вас есть вектор, да, вот этот путь, маршрут, куда вам нужно идти, вы на него встали, вы уже идете, потому что с одной стороны у нас двойка кубков говорит о гармонизации именно нашего внутреннего состояния, да, наших эмоций, а с другой стороны у нас стихия огня, двойка жезлов, то есть огонь и вода, два антагониста, и вот они, причем двойки, да, здесь нету перекоса, здесь вот прям с одной стороны равновесие, и с другой стороны равновесие, которое готово познать себя, посередине у вас как раз таки идет шестерка мячей, да, то есть желание идти в это новое, желание обучаться, желание получать какие-то новые навыки, что-то здесь не про переменные внутренние, а вот прям, знаете, про какую-то такую очень хорошую структуру, то есть на вас влияет вот движение, здесь есть, присутствует движение. даже не буду уточнять, я просто, то есть здесь вот прям все хорошо, да, вот вы прям пришли к этому балансу, наконец-таки, внутреннему своему, да, когда нету перекосов, что я не двигаюсь, и я от этого переживаю, либо я не переживаю, нет, здесь все хорошо, здесь вот вы молодцы прям, и самое главное, у вас есть понимание, куда вам нужно двигаться, это ваше внутреннее состояние, прям такой, знаете, готовности. А какие энергии сейчас рядом с вами? Ну, энергии прекрасные, прям прекрасные. Феникс, ребенок и корабль. То есть энергии у вас такие, что вы готовы, действительно готовы оставить прошлое, вот прям по шестерке мечей, что очень важно, оставить вот эти вот свои прошлые суждения, привычки, понимания, избавиться от лишнего груза, и пойти дальше, да, и вокруг вас, то есть здесь вот полная гармонизация, понимаете, не только внутри вас в стихиях, да, а еще и во мне, то есть и внешний мир гармонизирует, ну, я не знаю, что у вас происходит, такой гармоничный достаточно, и внутри вас, потому что вовне энергии, да, феникса, перерождения, да, когда мы сжигаем все старое, мы сжигаем все прошлое, и мы как будто бы вырастаем, да, по ребенку, мы начинаем что-то заново, да, причем без каких-то предубеждений, вот что самое важное, понимаете, то есть мы не тащим свое прошлое, в новое будущее, мы начинаем заново, с чистого листа, здесь и энергия, которые вас окружают, они готовы, вы знаете, готовы подхватить вас и пуститься в какое-то путешествие, здесь корабль, да, в путешествие по времени, то есть здесь что-то такое очень неинтересное, знаете, здесь выпал, выпали карты времени, обороты влюбленные, здесь такое ощущение, как будто бы вы перестали, если это касается любовной сферы, вы как будто бы перестали показывать, ну, отгонять от себя потенциальных партнеров, да, вы как будто бы уже приняли решение, что я готов вот к какому-то состоянию влюбленности, да, к какой-то такой легкости, я готов, готова принять свою жизнь, вот это вот ощущение легкости, какого-то такого волшебства, парения, что-то здесь такое, если мы не говорим про взаимоотношения, то здесь речь идет о том, что вы готовы, готовы как будто бы обратиться, если говорить магическим языком, да, но не свою вторую ипостась, да, а именно наоборот, показать себя, показать вот эту вот свою чистоту, свое красное ощущение, что вот вы долгое время скрывали, как будто бы, ну, не то что скрывали, а не хотели показывать людям, а здесь возникает ощущение, что вот у вас есть готовность показать свою красоту, как внутреннюю, так и увидеть вовне вот этого вот красоты, вот этого вот состояния, чего-то такого прекрасного, чего-то такого изысканного, вот здесь вот энергия такая легкая, энергия какой-то вот эстетики такое, что-то такое вот ажурное достаточно, с каким-то вот блеском, что-то здесь такое абсолютно новое появится состояние в вашей жизни, ну, я могу сказать однозначно, что энергия волшебства здесь у вас присутствует во внешнем мире, если вы откроете свои глазки и не будете смотреть на мир замыленным взглядом, да, привычным, а будете искать действительно волшебство, то вы это увидите, если здесь есть практики, да, то вы сможете вот с энергией магии как-то взаимодействовать более, не то, что она вам подчиняется, а здесь контакт, он достаточно близкий, то есть если как-то она вам не удавалась раньше как-то взаимодействовать, да, то сейчас такое ощущение, что вот вы как будто бы сгармонизировались, вот вы как будто бы на одной волне ваши вибрации повысились достаточно для того, чтобы, если вот вы проводите ритуал, допустим, раньше не получали, сейчас будут получаться, если раньше, и вот это вот волшебство вы увидите, может быть вы, даже если вы не практик, если будете достаточно внимательны, вы сможете увидеть, знаете, вот какие-то энергетические такие вспышки, какие-то, может быть, металлические шарики в пространстве, знаете, иногда бывает так, что, может быть, вы не обращали на это внимание, когда подтягиваешься, да, и вот так смотришь в стороны, какие-то такие блестящие шарики, да, энергию, вот это вот вам станет доступно, то есть, если вы даже не практикуете, будьте внимательны, просто внимательны, обращайте на это внимание, вам покажут, что, блин, что за волшебство, раньше я это не замечала, вот это вот ваше состояние души просто, немножко иные вибрации, которых раньше у вас не было, это не те, которые вы не замечали, ну вот здесь не то, что вы доросли, а вы как-то вот смогли сонастроиться, может быть, это даже разово будет, но это точно произойдет. Как эти энергии влияют на вас, вот это вот внешнее, да, все, что о чем я озвучила, как это вот будет влиять на вас, либо уже влияет на вас. А, это поможет вам в вашем общении, в вашей коммуникации. Да, вам будет дан. Это дано вам, знаете, как-то шанс, возможность на то, чтобы как-то заземлиться. Помните, я говорила о том, что у вас энергия сбалансирована, то есть энергия воздуха, огня и воды, да, но я подумала о том, что почему-то я не увидела земли, да, что все, конечно, прекрасно, но в балансе было бы еще, если бы была заземленность, приземленность. То есть вот это вот сейчас, вот эти вот энергии, они вам даются для того, чтобы полностью вас гармонизировать, да, потому что выководила аркана стихии земли. Это Ту Спиндакли и Паш Спиндакли. То есть здесь вы научитесь, знаете, наконец-то доносить, я помню, я троечкам говорила, что была задача, да, именно в коммуникации. Вот здесь такое ощущение, что вот это вот внешнее влияние, оно поможет вам иначе коммуницировать с людьми. То есть вот это вот понимание, знаете, какого-то такого единения, что не люди, вот прям то, что вот я говорила, да, про обратиться, не показать свою негативную сторону, да, там, оборотня, а именно внутреннюю красоту. Вот это вот как раз-таки все взаимосвязано, и вы вот в этом состоянии почувствуете единение всего со всеми. И это поможет вам уже общаться и коммуницировать с людьми немножко иначе, на других волнах. Вы почувствуете, знаете, какую-то ценность, важность вот именно общаться по-другому, как-то иначе. Может быть, люди будут вас благодарить, может быть, как-то вот оценивать, такое ощущение, что вот вас как будто бы оценивают немножко уже по-другому. То есть замечают как-то ваши какие-то больше позитивные качества. Если это клиенты, они стали больше благодарными. Вот ваша вот эта вот гармонизация внутренняя и влияние внешней энергии, которая также гармонизирована, при слиянии внешнего и внутреннего мира вы сможете ощутить единение и иначе разговаривать с другими людьми. Уже не будет какой-то конкуренции, уже не будет недомолвок, непонимания каких-то непроизненных. Вот это вот все, оно уже уйдет. А наоборот, знаете, появится вот какая-то ясность, как будто бы пелена спадает, и вы видите, что на самом деле другие люди – это не другие люди, а это, знаете, иная вселенная, которая прекрасна, и вам захочется изучать эту вселенную, потому что свое вы уже поняли. И вот здесь вот взаимодействие, оно будет… Поэтому я и говорю, вот это вот волшебство, да, какое-то, то есть как-так, раньше не получалось, раньше меня не слышали, раньше я не могла, а сейчас как-то все дается достаточно легко и просто. И это вас будет как-то удивлять. Много шансов будет, много возможностей будет. На что? На путешествия, на передвижения, здесь, возможно, вы будете знакомиться с людьми из других городов, стран. Также на путешествия именно своей души, опять-таки для практиков, да, если вам раньше, может быть, не удавались медитаться, и сейчас это будет получаться, если кто-то, допустим, хотел поработать с своими прошлыми жизнями, да, вот как-то вот с душой, с состоянием души, именно с состоянием, и сейчас у вас это будет получаться. Раньше было достаточно много… немного, не много, а раньше был какая-то… как это? Неман. А ложная какая-то информация, да, вам давалась, ну, то есть… как же это по-русски? Параблюфориси. Параблюфориси. То есть информация, которая не искаженная, да, не совсем верная. Вот, а то сейчас вы будете уже четко чувствовать и понимать, но, во-первых, вы не будете на это обращать внимания, не то, что вот вы сейчас будете видеть, что вот это у вас обманывает, да и нет. Нет, наоборот, вот этого не будет ничего. То есть вы как будто бы увидите прозрачность. То есть сразу ситуацию насквозь, вы перестанете замечать вот эти вот… либо эти люди из вашего пространства уже уйдут. Да, все вот будет по справедливости. Все будет по справедливости. Знаете, вот будет так, как должно быть. Вот это вот ваше внутреннее состояние, оно как русские гармонизации, оно вас как-то успокоит. Уже не будет в вашей жизни каких-то иллюзий, вы будете уже… Я не знаю, как будто вот… Я вижу, знаете, вот… Как бы это объяснить? И вот вы стоите в неком таком пространстве, да, в котором все видно насквозь. Вот некая такая прозрачность. И вы будете обращать внимание только на те вещи, которые вам действительно нужны, только те вещи, которые прозрачны. То есть такое ощущение, что вот все, что было ниже вибрационного какого-то уровня, вы на это уже не смотрите, вы это уже не замечаете. Допустим, знаете, это вот какая-то сетка такая вокруг вас. И вот вам, допустим, нужно найти контакты какого-то человека. И такое ощущение, что вот вам ваш взор прям сразу падает туда, куда нужно позвонить, да, на номер телефона. То есть если что-то нужно, какой-то знак, вот прям такое ощущение, что вот вас голову поднимает, и вот взор, он прям направлен туда, куда нужно, в ваши глаза, как будто бы показывать, вот смотри. То есть раньше вы бы это никогда не заметили, вы бы этого никогда не увидели. То есть здесь вопрос конкуренции, он вообще уже не стоит. Потому что вы внутри себя приняли, наконец-таки, вот это вот единение всего со всеми. Это самое главное. Раньше у вас были какие-то границы, были отделения вашего эго, а сейчас, когда все нормализировалось, выровнялось. Нормализировалось, а выровнялось. Нет уже вот этих искажений. И поэтому вы не тратите уже энергию на то, чтобы понять, какая, что есть иллюзия, а что есть реальность. То есть здесь вы уже сразу четко видите все, у вас сразу все прозрачно становится. Это мое, это не мое. То есть здесь даже выбора не надо делать. Вот вы как-то сразу, ну все в готовом варианте. Я не знаю, как это описать. То есть вам, допустим, идет слово, да, all inclusive. То есть все, все включено. Вот как-то так в вашей жизни, вот эти вот новые энергии, которые вот влияют на вас, да, они включат вашу жизнь. Все включено. Вот надо, вот только вот вы подумали, оп, и сразу возможность. Вы только чего-то там захотели, высказали намерение, и оп, сразу возможность. Причем возможность не выбора из двух, а готовое, вот то, что вам нужно. Вот, я не знаю, например, захотели пойти в какой-то ресторан, что-то вкусное похожество, вам не надо будет открывать каталог, искать какой-то вот ресторан пойти, а сразу оп, и идея названия этого ресторана. Вы так удивлены, типа, я раньше что-то, я столько лет живу в этом городе, я, например, даже не слышала, да, допустим, такое название, а тут шанс, вы заходите, вот все прям идеально. И внутренний интерьер, и музыка, и все, и еда, вот про все, все то, как вам надо. Вот какой-то вот такой вот период очень интересный будет, и к чему вас ведут эти энергии. Знаете, здесь такое ощущение, что вот вас ведут, и по желудке датрия тоже про это говорят, о вашей ценности, о понимании, о вашей ценности. Опять-таки, если практики, почему-то я все время говорю в тройках, что у меня практики, у меня такое ощущение, что только в тройках практики у меня находится, вот, потому что в единичке у меня всегда теоретики, да, больше. Раньше у вас не было понимания своей ценности, да, как профессионала в своей сфере, а сейчас как-то вот вы, знаете, занижали свою цену, стоимость, себя, своих способностей, своих услуг. А сейчас вот вас выводят из этого состояния, да, знаете, вот какого-то вот подчинения. Почему-то вы даже были не над, а вы были наоборот в позиции под. У вас такое ощущение будет, когда вы сонастраиваетесь. А, у меня горло тоже сонастраивается. Сонастраиваетесь. И вот в этом единении вы как будто бы свое чувство, почувствуете вот свою ценность. Незначимость, я выше других, а именно ценность. Потому что до этого у вас было какое-то несогласие с потоком, да, вы как-то не могли принять, вот не могли принять, может быть, вам казалось, что мир несправедливый. Вот сейчас что-то произойдет такое, что как будто бы вам покажут эту картинку о том, что на самом деле все справедливо в этом мире. Как-то дойдет до вас эта информация, пояснение того, что происходило, как происходило. Вот. И наконец-таки вы войдете в этот поток. Вот какая энергия вам дается. То есть энергия потока, вы как будто бы ощутите, потому что если раньше практики не получали, сейчас будет получаться, вы как будто бы найдете свою стезю, найдете свой поток. Раньше вы его не принимали, сопротивлялись, потому что у вас не было ощущения своей собственной ценности. Вы не понимали, кто вы есть на самом деле. А непонимание своей ценности – это непринятие каких-то своих граней. То есть сопротивление внешнему потоку, оно приводит к сопротивлению внутреннему. То есть я не принимаю какие-то либо теневые аспекты, либо что-то такое хорошее в себе. Неважно. В общем, было непринятие, не было целостности. А сейчас я сказала о том, что вы находитесь в гармонии. Вы как-то достигли вот этой вот внутренней целостности, понимания себя. И произошла сонастройка вот внешнего и внутреннего. И вот этот вот поток, он вас выведет как раз-таки к тому волшебству, о котором я говорила. Да, позитивное мышление. Именно к показанию тому, что насколько ваше мышление, а вы у меня троечки достаточно мыслительны, то есть воздух присутствует, много достаточно энергии воздуха в вас, потому что я не могу назвать вас глупыми людьми, да. Так, вот влияние именно позитивного мышления на формирование именно своей, я не хочу сказать формирование своей жизни, а именно позитивное мышление, оно помогает вам сонастроиться на то состояние, которое вам необходимо. Потому что сказать, что вы как-то повлиять можете на свою жизнь, если вот с точки зрения настраиваться на нужную волну, на нужное состояние, то да. А вот повлиять как-то вот на ситуацию, на ситуацию вы не можете, вы можете повлиять на свое собственное отношение к ситуации. Что вы в принципе и сделали, да, повлияли на себя, на свое состояние, которое в дальнейшем как раз таки сонастраивается, оно не влияет на ситуацию, а вы сонастраиваетесь и впускаете, ну, становитесь в унисон вот именно со всем, что вас окружает. Одну карту вытащу, потому что у меня, да, завершается здесь запись просто одну карту. Ну да, спадают, одну карту сказала, все, одну карту, значит. Кандалы, была карта, вы, как будто вы находитесь в свободе, высвобождается вот ваши руки, высвобождается, спадают ваши кандалы, кандалы вашего мышления, да. Что-то там произошло у вас в голове, вы как будто бы, ну, позволили себе что ли, я не знаю. Напишите, что в вашей голове там произошло, что кандалы спали, и все вот у вас как-то переменилось, изменилось. Понимаете, карту влюбленных поставили. Вот такая вот у нас была и троечка, и зеленый камешек. Напишите, насколько вам понравился этот расклад, насколько понятно то, что я перестала уже давать какие-то конкретные ситуации, описывать, больше про состояние, тогда легче их примерить на себе и понять, к чему они подходят. Так обхват идет достаточно шире, потому что, когда конкретизируешь, что вот такая ситуация, да, то автоматически другие отходят. Но здесь вопрос о состояниях, и их легче примерять на себе и понятнее. то есть каждый сможет найти в этих состояниях свое, да, свои ответы. Вот такой был у нас сегодня с вами расклад. Я благодарю вас за внимание, за ваши комментарии, лайки, за ваши дизлайки, за то, что вы есть в моей жизни, за то, что вы есть на этом раскладе, я вам, на этом канале, я вам очень-очень благодарна. И до встречи на новых раскладах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok